Жители деревни Ивани Хородниковского района на собственном опыте ощутили, что Багровые реки не только плод фантазии режиссеров триллеров. Вот уже третий год подряд вода в постне, что протекает через их деревушку, не перестает удивлять местных. Обычно она фиолетового окраса или от светлых тонов и к темным тонам, и даже к черному бывает. Цветовые метаморфозы воды местные жители заметили уже давно. Теперь, несмотря на летнюю жару, детей купаться не пускают. Более того, даже прополоскать белье стало негде. Белье сейчас не полощут. А когда была хорошая, все полоскали белье. И тот край полоскал у себя под мостом, и мы полоскали, а теперь не полощут. Внимание общественности к проблеме привлек один из родниковских блогеров, который выложил во всемирную паутину вот это видео. Я говорю, тут невооруженным глазом видишь, как краска. Нет, ты прям подчерпни в эту бутылку. Сейчас, сейчас, сейчас подчерпну. Это на анализы поедет. Ролик на ютубе успели посмотреть сотни пользователей, после чего автор удалил его. Но проблема осталась. По словам местных, они заметили в переменах цвета воды определенную периодичность. Оттенок интенсивней в пятницу вечером, а в остальные дни – розоватый. Что натолкнуло селян на догадку. Это связано с выбросом красильных отходов с родниковского текстильного комбината. На месте комбината, про который говорит Александр, сейчас располагается гордость региона – Родниковский индустриальный парк. Именно отсюда, считают жители Иванихи, к ним текут багровые реки. Родниковская администрация в курсе проблемы. Здесь уже создали специальную комиссию. Взяли пробы воды из посты и направили их в Комитет по природопользованию региона и в природоохранную прокуратуру. Правда, сделано это было буквально на днях, так что результатов пока нет. Но возможность того, что именно индустриальный парк загрязняет реку, специалисты Родниковской администрации не исключают. На территории нашего района имеется индустриальный парк, который имеет резидентов, использующие в своем производстве красители. И сейчас ведется разработан проект локальных очистных сооружений, дополнительных локальных очистных сооружений, который исключит вероятность попадания красителей и загрязняющих веществ в природную среду. Дали сбой очистные сооружения технопарка или причину в другом установит природоохранная прокуратура. Жители Иванихи уверены только в одном – сама по себе речная вода не покраснеет. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Родниковский район.